И всем привет, ребят, с вами Мастер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас на обзоре одно из имбовейших вооружений прошлого времени, то вооружение, которое находилось на протяжении долгого периода времени в отличной, шикарной мете, после чего было занерфлено, ну и сейчас примерно вернулось к тому же моменту, которое было у нас до этого, сегодня у нас речь пойдет о викинга молоте, о супер жесткой комбине, которая, как я уже сказал, наконец-таки вернулась в свое прежнее русло и сегодня мы вместе с вами на ней покатаем, рассмотрим, ну и убедимся в том, нагибает ли она или нет на данный период времени, Поэтому одеваем викинга молот, молот сегодня у нас будет со слагерем, если сравнивать слагерь и дыхание дракона, то теперь оно уже не так сильно чувствуется, плюс ко всему прочему, Путь и урон у дыхания дракона с поджогом в целом с крита больше на целых 400 единиц, но в матчмейкинге я считаю, что именно на данный период времени лучше слагерь за счет того, что в боях встречаются и защиты от поджога, и иммунитеты от поджога, соответственно, Все ваши плюсы контрятся в большинстве случаев и по итогу слагеря будет и обычными выстрелами за счет своей повышенной кучности наносить большее количество урона, ну и плюс за счет критического урона вы также будете наносить стабильный урон, нежели урон с дыханием дракона, которые могут контрить. По устройству на корпус ПКМ, по дрону, бустер, сыграем пару боев, я думаю, что по режимам контроль точек и возможно какое-нибудь условное регби, посмотрим, главная задача это быстро и качественно прожимать овердрайвы на викинге, Если все это дело будет получаться, то в сумме мы должны получать 30 или даже больше киллов за 7-минутный бой, что является очень и очень хорошим показателем. Кидает нас на форест, катка уже 1 минуту идет, я считаю, что здесь было бы неплохо отыгрывать ближе к вражескому респу, либо же просто от центра, если противник его будет пушить. Если противник пушить не будет, то мы сейчас, я думаю, что отправимся на давление вражеского респа, быстро с двух молотов можно противника уничтожить, здесь добавку докидать, надеюсь, что он не сольется. 2 кила уже есть, ну и если мои тиммейты там фланги будут контролировать, то будет вообще все очень и очень круто. Так, прыжки не очень хорошие, выстрел получился, противник сам себя уничтожил. Так, 3 кила я заработал, 55% уже овердрайва, нужно сейчас подумать, где бы мне прожимать... Опачки, а вот это неплохой бонус летит, бонусик неплохой летит, да-да-да-да-да, ой-ой-ой, это что такое? А это что за подлаги? Он хотел украсть мой целый контейнер? Получается плюс контейнер, молодые люди, вот это уже очень даже удачный видеоматериал, что я вам могу сказать, неплохо, неплохо зарабатываем, возможно, на ближайшее открытие контейнеров с этого конта что-нибудь хорошее еще и дропнет. Так, у нас 90% овердрайва, меня уничтожают, 5 киллов всего лишь пока что и точки мы, к сожалению, не контролируем. Поэтому нужно что-то с этим делать, делать мы можем, это пушинг центра, захват центральной точки и сразу отправляемся на давление вражеского респа. Если вижу больше двух противников, прожимаю сразу овер. Так, есть больше двух противников, но мамонт с овердрайвом, который может меня законтрить, что он в принципе и хочет сделать. Убегаю, 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 убегаю. Нифига тебе, мамонта овер долго работает, так, ладно. Нужно где-то овер прожимать, там целых 3 противника в одной точке можно дать. Дать овер, 2 слил. Разворота третьего не добил. Четвертого слил. Неплохо, в принципе, пойдет. Главная задача на викинге сейчас это прожимать как можно быстрее овердрайв, как можно быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее вы его прожмете, даже если вы дадите чуть меньше киллов, вам же будет лучше, что вы получите сразу следующий овердрайв. И уже со следующего, опять же, быстрее нанесете по противнику урон. Понятное дело, что если, например, мало времени остается до конца и вы уверены, что вы не сможете набить еще один овердрайв до конца боя, тогда уже можно прожать какой-то более качественный, грамотный овердрайв. А так старайтесь быстро прожимать и получайте новый овер и сразу же офигеть. Вот с такого расстояния хороший такой критический урончик залетает. А если бы не было крита, интересно, сколько я бы с такого расстояния насунул бы противника урона. Так, хорошо, 1400, без крита, максималка. Ну, слагер, в принципе, очень хорошо подходит для таких средних карт. Лаг сервера, 16 киллов у меня, 16 на 3, очень хорошо идем. Очень хорошо идем, а я с резистом от смаки, я думаю, что за ерунда, почему меня уничтожают? Найс, я просто полбоя откатал, грубо говоря, без реза. Ну ладно, ничего страшного. Вроде и так неплохо получалось, можно было и не менять, наверное. Ну ладно. Вовремя я заметил. Так, пробуем. Катку мы хоть и проигрываем до сих пор, но потихонечку, потихонечку что-то в нашу пользу должно уже меняться. Так, викинг не хочет открываться, васпик здесь открывается. Быстро мы его уничтожаем. У меня есть овердрайв. Лап, неплохо его где-то реализовать. Где-то, 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 где мы его можем реализовать. Здесь титанку полставит. Так, там противник точку должен не зах... Вернее, терять. Так, сейчас купол пропадет. Можно, по идее, наверное, овердрайва дать. Мне хп, правда, очень мало. Мне количеством хп очень рисково давать. Ладно, рискуемся заново. 20 киллов у меня есть. Очень хорошо идем. 20 на 4. Причем, что я киллы без реза давал. Так, ладно. О, противник хорошо заезжает. Очень не кисло накидываем. Шикарно. Ну, вот вам. Старый добрый векомолот. Старый добрый векомолот. И вот именно с такими пушками викинг себя показывает максимально четко. Ну, вот прям вообще идеально. Прям ушечко. Бомбочка. И мам от меня скушал. Потому что ДДшку мою, дроповую, забрали. А так бы я с бустером его бы ланшотнул. Ну, ладно, ничего страшного. Имейт хотел очень сильно нагнуть. Может, ему эта ДДшка нужна была. Так. Нам бы уничтожить хотя бы одного из этих двух. Так, одного есть. Второго есть. Шикарно. Гаусс, надеюсь, по себе нормально накидал, да. Здесь уничтожился. Так, сейчас мы вот этого викинга не сольем. Надо перезарядочки дождаться. 50 секунд у нас есть. Времени, в принципе, достаточно для того, чтобы еще один овердрайв реализовать. Я надеюсь, да, 70%. Ну, в принципе, да, наверное, должно мне хватать. И мы забираем две точки. Три точки по контроль за 40 секунд до конца боя. Это очень хорошо. Так, дожидаемся аптечки. Потом прожимаем ДДшечку. Сейчас уже должен пропадать купол. Так, Титанчик получает хорошую плюшечку. 98%. Так, и вот сейчас надо уже качественную реализацию показать. Так, она не очень качественная. Наверное, будет, ну, два, три. И четвертого, 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 четвертого. Хорошо, 4 килла. Супер. 4 килла. 33 килла у нас в сумме есть. При том, что я запикался за 6 минут до конца. Еще и без реза отыграл. Ну, ладно, без реза там был бы, не было бы. Особо ничего бы не сыграл. Очень хороший бой. Прям шикарный бой. И я вот не играл, честно вам скажу, на молоте много, да. Там пару боев сыграл, наверное, в ДМ-ке последней, которая у нас была. 34 килла. Это отличный результат. Отличнейший результат для такого боя. Я считаю, что все прям получилось, как я и хотел. Шикарно. Пробуем запикаться сразу же в следующий бой. Но по этому бою я могу сказать, что метовый викинга молот 100% вернулся в прежнее русло. И теперь показывает такой же, а может даже еще лучший результат в матчмейкинге. Мне очень нравится. Надеюсь, что сейчас в регби нас тоже запикает на какую-нибудь среднюю. Может даже какую-нибудь маленькую карту. То там сандал, песочек. Я считаю, что любая из этих карт может отлично сложиться для нас на таком крутом сочетании. Видите, стабильная тридцатка. Это очень хорошо. Регби нас запикает. И 3 минутки до конца. Давайте лучше перепикнем. Ну, 3 минуты до конца это не серьезно. Я, конечно, мог бы попробовать сыграть. Но такое. Ничего там суперкрутого, я думаю, что бы не получилось. И нам бы пришлось бы все равно бы еще одну хорошую каточку сыграть. Поэтому давайте сразу лучше перепикнем. В надежде, что нас сейчас тянет на что-то хотя бы новое. О, есть. Кунгурчик. Кунгурчик, кунгурчик, кунгурчик. Хороший кунгурчик. Здесь можно было бы, наверное, даже на какой-нибудь теслочке покатать. Но сегодня у нас викамол. Ни о какой-то если разговора не идет. Соответственно, мы просто стараемся выигрывать бой. И при этом еще давать большое количество киллов. Так, хороший бустерочек. Сразу залетает максималочка. 4.300. Первая доставочка. Очень легенькая. Так, и сразу же играем исключительно на мечи. То есть от мечей. Потом уже от овердрайва. И даем и киллы. И доставляем. Играем чисто на победочку. Все как надо. В таких боях. Так, подбор сейчас будет за мной. Никакой тиммейт у меня вроде ничего не хочет забирать. Хорошо. Быстренько проверили. Аптечку прожимаем, чтобы ДДшка была не на КД. У меня 80 уже почти процентов овердрайва. Так, не совсем шикарная реализация бустера. И не было брони. Ладно, ничего страшного. Сейчас я думаю, что с респа подъедем. Подъедем. У меня уже будет овердрайв. И можно будет попробовать уже доставочку красивую. Оформить. Оформить красивую доставочку. Так, есть. Вконтакте. Мне сейчас вот подборчик. Подборчик. За мной бы подборчик. За мной бы подборчик. Было бы вообще было бы супер. Конечно, могу сейчас подсаппортить тиммейту. Но саппорт саппортом. А доставить то он не доставит. Ну скинь, братик. Скинь, что ты делаешь? Либо скинь, либо едь. Давай. Ну делай что-то. Алло. Ну что ты, боже. У меня уже ДАшка на КД ушла. Пока ты там думал. Пока ты думал, что сделать. У меня на ДАшка уже ДАшка ушла. Друг ты мой хороший. Так, ладно, овердрайв. Пошли. Работаем. 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 Но я не поставил. Работаем. Потому что у противника есть очень крутой дрон. Как он называется? Правильно. Подрывник. Сработал он. Сработал. Довольно большое количество здоровья унесло мне. А могло бы быть крутое доставление. Мечушечки. Ну тиммейты, конечно, отыгрывают шикарно. Так. Братик. Давайте вы не будете сейчас подбирать. Зачем вы на этих подборах играете? Для чего? Вы все равно тут вряд ли что-то доставите. Ну и овердрайв тоже долго не реализовал. Можно было намного быстрее его реализовать. Что же вы делаете? Люди вы мои. Хорошенькие. Так. Противник на подборе играет. У меня КДД Ашки. В очередной раз. Есть у Титана купол. И есть у Ареса купол вражеского. Не успевает его поражать. Так. Урончик, 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 урончик. Аптечку сейвим. Не хочу прожимать. Потому что это глупо. Если вообще в пустую получается аптека. Если бы я бы езжал. Прожимаем аптечку. Ну доставить здесь вряд ли получится. Спортивники прожимают овердрайва. Ну и пока такое себе. Такое себе. Пойл боя почти что уже прошло. Но пока что. Хоть мы и ведем 1-0. Но не совсем все реализовалось так как я хотел. Тиммейты что-то не особо помогают. Лучше бы их было поменьше. Вот этих вот замечательных помощников. Тогда может и у меня бы получше пошло. Может мне стоит вообще забить на этот мяч. Чтоб мои тиммейты боролись здесь. А я бы пошел бы. Например респаунд бы почистил. И за счет этого потом. Было бы намного проще на доставке. Может быть так и стоило бы сделать. Плюс бы я бы очковы еще дополнительным заработал. Ладно пока играем близко с мячом. Мы ведем по счету. Торопиться особо не потом. Пробуем что-то сделать. Есть овердрайв на центре. У меня 90%. Не особо есть смысл. От него и играть. Так прожимаем овер. Ой овердроли бустер. ДДшечку. Работаем. Так накидка неплохая. Сейчас я думаю что сольем. Мяч на подборе есть. Есть овердрайв. Шикарный тайминг. Осталось только просто прожать овер. И сделать красивую доставочку. Ой 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 ой. Ай орез. Ай орез. Ай орез. Подлый Орез. Подлый Орез. Хантер. Хороший тайминг. Киллов я конечно неплохо насунул. 20 уже есть. Еще 2 минуты есть. То есть, это есть возможность как минимум реализовать еще один овердрайв. Если вот так вот противник кучковаться будет, то у меня будет отличный шанс за 30 прыгнуть. Надо сейчас просто попробовать, может, даже доставить мяч в очень хорошей зоне для меня. Но противник скидывает его вниз. Хороший выстрел. Добавки. Хорошо. Так, и пробуем сейчас отыграть близко со своим тиммейтом. Возможно, получится доставить. Они вот все на подрывниках этих играют. Мне ужасно не нравится этот дрон. Когда он против встречается. Он очень жестко бесит. Так, и еще один противник с данным замечательным дроном. Еще один противник с этим замечательным дроном. Так, доставку точно мне здесь не видать. Может видать, не знаю. Смотрим. Как это противник? А, нет. Быстро уничтожали. Я уж поверил на миллисекундочку, что получится доставить. 80%! Шикарно! Еще один овердрайв мы точно реализуем. И желательно его сейчас вот реализовать через мост. Прожать сейчас бустерочек. Дать килл. Сразу появится овер. И добавку на доставку. Добавку на доставку делать. Красиво, чтобы все было. 90% есть. Шикарно! 99%! 100% есть. Да, 100% есть. Прожимаем. Работаем. Ой-ой-ой-ой. Это как-то не очень шикарно полетело. Не очень шикарно полетело. На 3 кила только. Не самый идеальный тайминг получился. Мяч уходил просто в боковину. Получилось так, что противник уже концентрировался на мяче. Но 30-ку свою мы выбили. Еще 40 сек есть. Я постарался быстро прожать. В надежде, что я смогу накопить на еще один овердрайв. Но для того, чтобы у меня был еще один овердрайв, мне точно надо доставлять мяч. Есть ли возможность у меня на доставку? 230 сек. Очень хороший выстрел. Залетает. Первый очень шикарный. Второй залетает. Так, сейчас может быть Хантер прожмет. Но Хантер не дотягивается чуть-чуть. Чуть-чуть не дотягивается. Но возможности есть. Возможности есть. Возможности есть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ай, опять эти подрывники. 9 секунд. Все. Доставки не будет. 33 кила. Очередной бой на 30-ку. Очень хороший. Я думаю, что даже нам не стоит играть еще один бой Здесь и так все понятно более чем 2600 мы за бой получаем Что в ЦП, что в регби Шикарнейшим, просто шикарнейшим образом Показывает себя Викинга Молот, друзья Я полноценно уверен в том, что эта комбинация вернулась Поэтому любители Викинга Молота Любители хороших, бодрых, жестких комбинаций Вот вам тот самый Викинга Молот Который у нас был раньше И его вернули То же состояние и он На данный период времени может показывать Очередные шикарнейшие хайлайтики С крутым количеством киллов И со стабильным набитием больше 30 Я уверен, что каждый бой больше 30 киллов Можно набивать на этом сочетании И по режимам Я думаю, что здесь можно разбегаться по любым Просто вот быстрый бой Любой режимчик Ну и исключение, наверное, только самые большие карты На больших картах там будет немножко потяжелее Ну и то, если играть ближе к вражескому респу Тайминговые хорошие овердрайва прожимать По 5-7 киллов за овер Это очень хороший результат Главное, не ждите долго Не старайтесь найти идеальный тайминг для прожатия овердрайва Лучше быстро прожмите И накопите следующий Нежели вы будете ловить этот тайминг И по итогу, пока вы будете ловить У вас мог бы еще один новый накопиться И вы бы дали уже бы полтора Может даже в два раза больше киллов У меня, друзья, на этом все Обязательно не забывайте поддерживать видеоролик лайком Если он вам понравился Подписываться на канал, если еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Дабы не пропускать новые видеоролики Вам, чтобы они вот так вот бац И сразу же быстренько бы приходили Но у меня на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok